Особое мнение на 101FM Выходит уже в записи И записываем мы нашу программу Сразу после окончания дискуссии Которая называлась Брендинг Кирова Начало Дискуссия проходила в библиотеке имени Герцена И состояла из двух больших таких частей В первой части я принимала участие Как наблюдатель скорее Несколько раз поднимала руку Когда вы задавали Василию вопросы И в первом части я видела там Мэра города Кирова Главу городской думы Елену Васильевну Ковалеву Я видела там главу Вятской торгово-промышленной палаты И видела одного ректора И массу активистов Я там видела, что было приятно Мы даже пообщались, обменялись Какими-то своими впечатлениями Но сейчас мне хотелось бы Чтобы у нас состоялось такое общение На тему брендирования города И вообще развития региона Благодаря бренду С человеком, который занимается Сколько лет уже, Василий, вы этим занимаетесь? Шесть 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 лет В условиях современной России У нас классная страна Классные условия для брендинга Вот Вы сами до эфира мне сказали Что я знаю, что в Кирове уже лет пять Как идет дискуссия Брендировать, не брендировать и как Мы очень любим Мы, смешники, очень любим эту тему Потому что особенно любим Когда кто-нибудь говорит Переименовать город Не переименовать Переименовать регион Может быть, как-то переименовать А что вы думаете о нем И Елена Васильевна Ковалева Сегодня тоже высказалась на эту тему Она высказалась, конечно же, дипломатично Сказала, что не время Не время Поднимать дискуссию О переименовании города Кирова Вятку, да, традиционно Но почему бы Кирову Не стать центром Вятского края Я немножко по-другому ее посыл Услышал Мне очень понравилось, кстати, ее мнение С точки зрения профессиональной Я услышал такой посыл Не как конкретное предложение По позиционированию А как то, что Тот имидж, который есть За топонимом, за названием Вятка Его нельзя не использовать При брендировании города Безотносительно того Называем его Гхиров или Вятка Потому что Мы это обсуждали Все ваше местное Ваша местная идентичность Локальность, местность Можно по-разному Эти слова говорить Оно связано с Вяткой Говор Вятский Еда Вятская Сказки Вятские История Вятская Продукция Вятская Но при этом Живете в Кирове Это вопрос исключительно внутренний Я бы не хотел Вступать в полемику Переименовывать или нет Но мысль была Что Даже если остается Киров Нельзя не эксплуатировать Вятку То есть при брендировании Это не выбор Киров или Вятка Это Использование тех ресурсов Которые у вас есть А с точки зрения Общения с внешним миром Большой вопрос Что выгоднее Киров или Вятка И у того и другого Есть подводные камни То есть если изнутри Многим там Может казаться Что ну Кому вообще интересен Киров Вот все же в Вятке Да То вот Прекрасно были два выступления Люди из внешнего мира Они вообще Особо не привязывали Вот эту местность К стопониму Вятка То есть вы это все Внутри знаете Что вы Вятка Люди-то может и слышали Но они не всегда знают Что Киров и Вятка Я считаю Что это не очень показательный Был на самом деле Пример Потому что один человек Представлял Коми Для Коми Совершенно понятен Наш регион Поскольку мечта Каждого Семейного комяка В итоге купить Купить квартиру В Кирове Понятно Они на Вятке Переехать южнее Чуть-чуть южнее А второй человек Приехал сюда из Абакана Шесть лет назад Тоже видим Погреться И поэтому Конечно же Какая история Тут про Вятку Погреться из Абакана Там гораздо теплее А вот если бы вы спросили А вот если бы вы спросили Про там Людей Которые например Из Москвы Из Питера Не знаю Еще откуда-то Вовне Из вне Ну вот Из другого Как бы Да То возможно Сложилось бы другое Совершенно мнение Тут тоже ведь вопрос На кого мы ориентируемся Да Где наш партнер Инвестиции Более того Я думаю что вопрос Разработки бренда Это не вопрос Дискуссии на 150 человек Это все-таки Должны начинаться Какие-то исследования И в плане даже вопроса Того переименования Интересно Может были какие-то исследования Я уверен что В отношениях В Вятках Лынов-Киров Есть очень много Разных тезисов И мнений Их можно просто посчитать Количественные И дальше как бы Из этого исходить Потому что Когда вот просто дискуссия Там все выводится На авторитет Вот есть глава города Она подняет С определенным авторитетом Поэтому мы сейчас Ее мнение обсуждаем Но там еще было Кировчан Еще 149 штук Да И мы сейчас вот об этом поговорим Потому что Потому что Если в первом часе Да В первой полутора часовке Высказывались такие Я бы сказала Дипломатические Дипломатичные формулировки И использовались Может быть Еще не время А вот давайте посмотрим С другой стороны То что у вас случилось На площадках Когда в общем Должна была быть Спровоцирована дискуссия Это очень интересно Я кстати посмотрела В Абакане сейчас Минус 16 Так что у нас теплее Окей Хорошо Значит Елена Васильевна Ковалева Сказала Что Может быть Вятский край Николай Михайлович Липатников Сказал Что Он тоже Ни в коем случае Не провоцирует Дискуссию О переименовании Кирова Вятку Или Не дай бог Вхлынов Но он Себя ассоциирует И свою палату Тоже с Вяткой С историей Вот той Достаточно Внушительной Нашей истории И мы об этом Рассказываем Во многих наших Исторических Проектах Когда вы остались С активистами То есть Остались люди Которые Заинтересованы На протяжении Эти пяти лет Так или иначе В дискуссиях Участвовали Какие вы им давали Задания И какая у вас была задача Что вы хотели Вытащить наружу Во-первых Мы не обсуждали Вятка Киров Совсем И даже в первой части Мы обсуждали Не Как себя называть А я задал вопрос Как вы думаете Для внешнего мира Не для кировчан А для других Жителей России Мира Какой-то по ним Выгоднее использовать Другой немножко вопрос Мы обсуждали В ходе дискуссий В четырех группах Как делать так Чтобы Киров был Город был Известен долгосрочно То есть Известность Это просто Сколько людей Знает Что вы есть В том числе Каждая группа Например Думала над тем В какой из учебников Школьная программа Попасть Дело в том Что школьная программа Во всем мире Это главный канал Коммуникации Городов То есть мы знаем Большинство городов Из школы И умный город Который хочет Чтобы его знали Должен думать Как попасть В школьную программу Кирова сегодня там нет Там есть Киров Но это человек Вот А второе То есть они должны были Подумать Как попасть в образование Как сделать так Чтобы про Киров Вдруг снимали кино Просто подходы Как это вот Если стоит такая задача Как бы ее решали Потом во второй части Значит они Мы показали Я на слайде Подобрал 12 символов Которые сегодня есть Кирова Разные Ну я изучил СМИ Расскажите Ну там очень просто Молочка Дымка Воснецовы Ход Ну вот это то что на слуху А задача была Подумать А что есть скрытого Как например Вот сейчас очень модный Там конструктивизм В Москве И в Екатеринбурге Четыре года назад Еще это была Сверхнейшевая тема Конструктивизм Сегодня все гости Екатеринбурга С этим например Пересекаются И горд из-за этого Делать фишку У Кирова тоже Вот есть такие ресурсы И вот люди пытались Подумать А что может нашим Быть скрытым ресурсом Имиджем И в третьей части Мы работали с категорией Интерес То есть Какие конкретные поводы Могут быть у человека Чтобы именно Приехать в город Хотя Вот сразу оговорюсь Многие группы Как бы Ну То что они Не специалисты В этой области Они думают Что выгода от бренда Это когда человек Только приезжает в город На самом деле Вам не обязательно приезжать Вот я живу в городе Урюпинске У нас есть определенный Имидж и известность И мы когда делаем Краудфандинг То есть через интернет Деньги собираем На какой-то проект Нам очень это помогает То есть люди даже могут Не знать где мы находимся Они нам дают денег Потому что это классно Дать на открытие Монте-Сори клуба В Урюпинске денег Потому что где Монте-Сори А где Урюпинск И они это делают То есть нам вот так Помогает имидж Это шел в сторону В общем нужно было Придумать какие-то Новые события Традиции И главное Ответь на вопрос С чем группы Не очень справились Вот как бы вы Продолжили фразу Нужно хотя бы Один раз в жизни Приехать Киров Чтобы Никто не предложил Своего решения Предложили Предложили Вот чтобы поучаствовать В Великогорецком ходе И это нормально Это отличный Примет То есть это очень Логичная фраза Более того И дальше Мы стали копать Ну вот фраза классная А как люди вообще Узнают о том Что он существует То есть и сами Кировчане признали Те кто был Участвовал В этом событии Что не очень-то Известно Регионально По масштабам Он очень большой Ну то есть Наверное один сам большой Хотя мне не смогли Назвать какие бывают еще Ходы или ходы 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 я думаю И вот У нас аналогия Интересная возникла Что мы можем Все назвать Шампунь номер один От перхотя А вот Ход номер один Мы не можем назвать Они все какие-то местные У меня в городе тоже есть У нас есть Чудотворная икона Рюпинской Божьей Матери Там Кого-то смешно звучит А у нас есть Святыня Вот И у нас Каждый год Весь город выходит Тоже такой Ход происходит В общем Можно занять Например Эту нишу То есть это как раз С одной стороны Вроде известный Символ По крайней мере Внутри кажется Известный Великорельский ход А на самом деле Он может быть Одним из кирпичиков Интереса к вам То есть это интересно не всем Но если каким-то образом Люди Кто интересуется Православием Кто интересуется Николаем Чудотворцем Начнут сталкиваться С темой Великорельского хода Не только Когда они посещают Туристский информационный центр Кирова Или заходят на ваш сайт А в рамках образования В рамках дискуссии В рамках объявлений Что набирается группа Ну скажем Дивеева Все знают Дивеева Почему Вот разобраться Почему знать Дивеева И сделать так же С Великорельским ходом Вот мы как бы пытались отработать Во втором части момент Не просто как бы идеи придумать А донести идею Для тех кто присутствует Что все это технологично Что должен быть Тех кто управляет коммуникацией Должны быть поставлены задачи И что слава городу Она иногда сваливается Конечно с небес Но в современном мире Ее легче программировать Василий Дубиковский У нас в студии Это его особое мнение О бренде города О прагматике Это практически Наименование одной из статей Которую я читаю Она прямо передо мной Сейчас открыта И мы сейчас говорим Об этом в приложении Городу Кирова Через полминуты Снова в этой студии Продолжаем нашу программу У микрофона работает Светлана Занько Это особое мнение Василия Дубиковского Мы говорим о бренде города Кирова И о том Как можно его использовать Работает ли он Действительно И на что он работает Зачем его создавать Потому что В Кирове сейчас Проходит неделя рекламы И в тот день Когда мы записываем программу А это понедельник 27 ноября Состоялся круглый стол Который должен был Спровоцировать дискуссию Насчет брендинга Кирова И кое-что уже нам Василий сказал До перерыва В частности Например Что когда креативили повод Когда участники Дискуссии креативили повод Для чего нужно приехать В Киров Наверное самое яркое Предложение было Это для того Чтобы хотя бы один раз Приехать в Киров Чтобы поучаствовать В Великорецком крестном ходе Эта история такая И очень интересная Великорецкий крестный ход Обсуждается Маркетологами В том числе Много И людьми Которые занимаются Инфраструктурой И людьми Которые кое-что Понимают В продвижении В бренде Каждый год Прибавляется Тысяча людей Которые ходят В Великорецкий крестный ход Теперь несколько десятков Тысяч ходят Но мы никогда Не видим Экономического Отчета А сколько денег Это принесло В казну Например города Мы не видим Что растут Например Инфраструктурные Объекты Что появляются Гостиницы По ходу движения Этого хода Что В Великорецком Реставрируется церковь В которую идут Ходоки Во-первых Это действительно Мега событие Есть такое понятие Мега событие И он таким и является Это большой актив Вашего города И региона Во-вторых Я думаю Что отчетов нет Из-за проблем Прежде всего Коммуникации Ну эффект явно есть И там много приезжих И они Приезжают Даже из других стран Да Они есть И я думаю Что этот вопрос Может быть нет субъекта Кто мог бы это посчитать Хотя те кто занимается Туризмом Например могли бы Вот Но это вопрос Коммуникации Вообще не хватает И все ждут ее Например Почему-то от власти Я вот очень сейчас Например за развитие И мои рекомендации В конце была Что С точки зрения того Как управлять Этим процессом Я рекомендую Брендингом имеется ввиду Кирову Сделать некоммерческую организацию Которая будет заниматься Развитием города И там был бы В штате Бренд менеджер Кирова Вот Вообще пока не появится Кирова бренд менеджер Зачем? Зачем? Затем Чтобы вам дать информацию Сколько денег Принес Великорецкий ход В 2018 году Например А еще? А еще Ну если это формат НКО Чем хорош НКО это некоммерческая организация То есть это организация Учредители которой Не могут извлекать прибыль Могут только тратить На ту цель Которая есть Например Они могут получать Гранты на развитие города Сегодня вот Возможно они уже есть То есть там кто-то На животных получает А можно получать На развитие всего Вятского Например Гранты президентские Частные НКО С ним занимается Очень большое сейчас движение И небольшая Небольшая конкуренция Вот И все что касается брендинга Мы это сегодня не очень пообсуждали Мне кажется Это вопрос интересный Про финансирование Мне кажется В текущих условиях Современных Даже в таком богатом Сейчас вы можете меня конечно Править В городе как Киров У нас их 1116 И большинство из них Значительно меньше чем Киров И даже на душу населения По бюджету У вас 10 миллиардов На 500 тысяч Это не так уж и плохо Это больше чем в Казани На душу населения Вот видите Я считаю что На все что касается брендинга Особых средств Вообще не стоит тратить Бюджетных именно Вот поэтому Это вот должно вызывать Просто радостный отклик Сейчас у муниципалитета Что не надо тратить на брендинг Надо тратить ресурсы Организационные Людские То есть у той же администрации Мощно У них есть СМИ Которые Соответственно Если глава скажет Вот будьте добры Так написать Они будут этой темой Например заниматься У них есть площади У них есть отдел туризма Вот И бренд он в помощь И конечно он не должен быть Обременением И у нас сегодня был На слайде вопрос Там дороги или бренд Очень многие Это касается не только брендинга Любое возьмите Считают что Что-то делается вместо чего-то Ну с точки зрения Выделения бюджетных средств Да Но очень большинство проектов По брендингу города Они в общем не эксплуатируют Бюджетных средств Потому что их нет На этой стройке А все равно всегда Находится очень много людей Которые рассказывают Что зря потратили бюджетные деньги Которые не потратили Или что лучше там Раздать там бедным Ну там не знаю По копеечке видимо Ну вот сейчас Мне конечно это очень интересно Может быть мы еще Пообщаемся в течение недели На эту тему Но просто мы далеко уйдем И долго нужно говорить О том Как тоже Это НКО будет действовать Много вопросов здесь В чьих интересах Как избежать тех Опасностей Что это даст Каждому Кировчанину Потому что ну мало ли В какие НКО Объединяются люди И с какими целями Да Вот Но это вот Это такой глубокий разговор Наверное не на один час И наверное в процессе дискуссии Он бы там Более ярко был бы высвечен Но еще одну фразу Вы произнесли Когда рассказывали Какие задания Задавали Участникам дискуссии Вы сказали Было задание Определить Скрытый ресурс Кирова Да Вот повод Чтобы приехать Это тоже ресурс Вот как ресурс Мы назвали Великолепский крестный ход А что еще В качестве ресурсов Называлось Неужели от дымки Совсем отказались Нет От нее не отказались Просто она настолько явная Что тут Что Нет Про дымку сейчас расскажу Значит вот Дымка Это ресурс Там много вопросов Насколько она связана С топонимом Киров На мой взгляд Очень слабо связана Святка сильнее Но Классно Группа Одну предложила Значит Как Киров Подружить с детством Вот есть Дымковская игрушка Игрушка Это категория Из детства Все что у нас Происходит в детстве И это связано С какими городами Это вообще Идеальная коммуникация То есть там Сейчас еще второй пример Про вятский класс Квас Если я забуду Подскажите Значит Идея такая Вот она Игрушка называется Но у нее реально Не играют сегодня Потому что она стоит 2000 рублей Ты поставил Не дай бог Ребенок разобьет Еще на него Наорут У них идея сделать Ну у них была Конкретная идея То есть можно Развить резиновую Вятскую игрушку Там для купания В воде Ну в общем Смысл был в том Что была Эксплуатира Имидж Вятской игрушки Была создана Реальная игрушка С которой играют дети Они не смогли Сходу ответить на вопрос Как же Какова будет дистрибуция Почему вдруг Все начнут играть Но рациональное Звено есть То есть есть имидж Дымковская игрушка И мы делаем реальную игрушку Если бы уточка Была дымковская Да Они уточку предложили Они предложили Дымковскую уточку Вот В чем тут Интересный пример То есть вроде Ресурс есть дымки Но по факту А вот А как она придет в дом А у многих Вообще в доме дымка Ну я бы не сказал Такая достаточно Нишевая история А вот если залезть Так чтобы у всех Вани Когда они купались Утром Была дымковская уточка То представьте Как приезжает Человек в Киров И он сразу Детство вспоминает Как здорово И второй пример Про вятский квас Значит Ну вот там На конференции Путина упомянули Да это до сих пор Даже может Имеет какую-то известность Через пару лет Это просто заботится Это единичный повод И мы думали Вот вроде у нас есть Такой Достаточно даже скрытый Ресурс Вятский квас Ну в смысле что Мы сейчас понимаем Что сейчас эта тема Такая конъюнктурная А потом пропадет Хотя они молодцы Она уже пропадает Они получили дистрибуцию Это очень круто Да безусловно Это пример Вот именно маркетинговый Супер Особенно если Специально заслали Того человека Значит Я поставил вопрос В группе Хорошо У нас лучший канал Какой Для коммуникации Города Образование Как В школьную программу Вятский квас Как лучше войти Вот мы подискутировали Через Владимира Владимировича Не А как Вот мы пришли к тому Что конечно Урок труда Много где уже отменяют Но тем не менее Он еще сохраняется И вот у девушек Обычно урок труда Это они учатся Там винегрет готовить Что-то Это есть в школьной программе И вот если Попробовать внедрить Это вопрос как Ну договориться Что а сегодня Мы будем готовить квас И у нас есть рецепт Вятского кваса И представьте Если все девушки Стороны будут Через это переходить Первое Даже Может у кого-то Повод будет съездить Или на полке Купить ваш продукт И соответственно Налоги пройдут Я в детстве Одно дело Ты 40 минут За детство потратил На то что делал Вятский квас Другое дело Там конференция Путина Это просто Неспоставимо Насколько это круче И вот конкретный пример У нас на это была работа нацелена Что вот есть Вятский квас Классно А что дальше Вот если сделать так Что у нас Сколько там 70-80 миллионов Граждан Со временем Будут обременены Детским впечатлением То ну это Неминуемо Ты приходишь И первое что требуешь Кирове Вятского кваса Василий Дубиковский Сейчас в нашей студии Это его особое мнение Мы говорим о брендинге Городов и регионов Для меня Василий все равно Осталось После сегодняшней встречи Нерешенный Дилемма Зачем вообще Поднимают этот вопрос И кому в принципе Это нужно Брендирование территории Правда Я до сих пор Этого не понимаю Вот вы там Я тоже В этом хороший Такой пример Привели Что если набрать В поисковике Там бренд Города Такого-то Действительно Открываешь Киров И там ты смотришь Что такое бренд Кирова Игрушка Белых Навальный Нет там товарный бренд Новый губернатор Нет там выходит Там выходит Это у вас выходит Потому что у вас Персонифицирована выдача То есть у вас выходит То что вы уже смотрели А у меня У меня более релевантно Я об этом подумала Тоже Я об этом подумала Что он мне покажет Что он мне покажет Действительно Навальный кстати Там с лаптем у меня вышел Есть ведь еще лапы Севятские Вы знаете Да Вот история Там кто-то создавал Какой-то такой калаш Что такое вышло Я набрала Москву Увидела массу логотипов Интересных ярких Но они все ассоциируются Действительно С буквой М Вот этой Которую мы привыкли Красную видеть Мне известно 36 вариантов Логотипа Москвы Да С Питером не такая Четкая история была С Урупинском Выходите вы Ваш вот свитер В котором вы сейчас находитесь А вы меня раньше не искали Красный Красный такой Круг На котором написано Урупинск Что там еще Столица провинции И я понимаю Что вы как-то поработали Так круто С поисковиками Мы их с ними не работали Тогда вы сейчас Расскажете эту историю Потому что Я обсуждала с коллегами Что он сделал такого Посмотри Ведь каждая картинка Которая у меня сейчас Выходит А я между прочим Про Урупинск не искала Там до этого Каждая картинка Которая там выходит А содержит вот этот логотип Который сейчас на вашем свитере Что произошло Как вы этого добились И расскажите чуть-чуть Нашим слушателям Как вас вообще занесло Вот в это брендирование Городское Давайте тогда На последний вопрос Сначала отвечу Я получил экономическое Образование В МГУ И в магистратуре Специализировался По маркетингу И с 10 класса Осознанно путешествую По российским городам Мне не просто нравится Вот раньше Это было хобби Путешествие по городам И большинство регионов России Я посетил не как специалист Как турист И Кира в том числе Я первый раз посетил Как турист Просто Давно еще Я работал В транснациональной компании На английском языке Даже работал Был бренд-менеджером По инновациям То есть человек Не который сопровождает Готовые бренды А разрабатывал новые В продуктах Вот И не успел еще Устать от корпоративного рабства И вдруг Компания моя Большая Уходит с российского рынка В 2011 году В связи с Среди происшествий Экономической ситуации И у меня представляется Такое вот Окно возможностей Я и сейчас достаточно молодой человек А тогда вот я подумал Что можно же наперед Попробовать поработать С рисками там Кризиса среднего возраста И реально прямо сейчас Попробовать заняться тем Что мне реально интересно Не то, что мне приносит доход Там какое-то удовлетворение А вот то, что мне нравится Вот я подумал, что мне нравится Мне города нравились И как раз в тот момент Я узнал, что есть такая тема Про единого городов То есть это Сочетание моего Опыта Небольшого Но профессионального И студенческого С тем, что мне вот Прямо нравится И я просто принял решение Вот этим заниматься Хотя особо никто не занимался И все, что я, например, Сегодня рассказывал Это многие там Может на веру приняли Но это практически все Именно мысли нашей команды То есть не навязано Какими-то учебниками На Западе Более того Брендирование городов Это та тема По которой мы не то, что не отстаем Есть много Ну есть ряд примеров Наших стран Тот же Урюпинс Про который на английском языке В Лондоне исследуют У них такие же точно проблемы Как у нас брендинг Вы прямо у меня с языка вопрос сняли Я хотела как раз про Запад спросить Потому что я не помню Что там такая дискуссия Про брендирование городов У них в основном В сфере академическая Она достаточно У них У нас, конечно Жалко зрелище Честно То есть я сам вот Кандидатскую писал Ну в общем Тяжелая ситуация у нас В академическом мире А у них отлично То есть финансирование, вузы, культообразование И в основном Она там живет И она теоретизирована Очень много Теоретизированного А вот практических Тоже пытаются Представьте Пытаются делать бренд Лондона Вам кажется это смешно Внутри Лондона Так же как в Хирове Есть там условно Клуб маркетологов Они пытаются Администрация проводит конкурсы У них там три То же самое что в Москве Ничего не получается Очень большой Разрозненно Единой коммуникации нет Барселона пытается Понимаете Они пытаются там Институализировать Бренд менеджера Барселона Зачем кажется А вот им надо Они не чувствуют единства Вот То есть мы Сейчас основной вопрос Те кто этим профессионально занимается Во всем мире Один и тот же Как управлять Более-менее понятно Как разрабатывать Какие исследования Как управлять В условиях Децентрализации коммуникации Слишком много людей Нельзя навязать то Что они будут говорить Управлять Почему важно управлять Полминуты до перерыва Почему Важно управлять Чтобы достичь Программируемых результатов Экономический эффект В конце концов Да Но брендинг Прежде всего Все-таки социальный То есть ощущение Самоидентификации Кто я Зачем я Зачем мой город Но за этим следует Экономически Потому что экономика Все-таки гуманитарная сфера И там очень много Завязано на эмоциях И весь брендинг И добавленная стоимость Это про эмоции Мы сейчас прервемся На короткую рекламу Мы дошли До самого важного С моей точки зрения Мне очень интересно Узнать Как с вашей точки зрения Василий Бренд работает На решение Социальных проблем Города На объединение Комьюнити Который живет здесь Особое мнение На 101FM Продолжается программа Особое мнение У микрофона Работает Светлана Занько Напротив меня Василий Дубяковский Это его особое мнение Вы слушаете Напоминаю В Кирове Проходит неделя рекламы И мы отталкиваемся От первого дня От понедельника 27 ноября Когда неделя рекламы Открылась Круглым столом Дискуссионной площадкой Про брендинг города И вот до перерыва Мы с Василием Остановились На той точке Что бренд Города Или региона Может работать На объединение Соседей Я бы так сказала Людей Которые живут В этом городе Или в этом регионе Для того Чтобы они Самоидентифицировались Для того Чтобы была Какая-то крепкая Как я понимаю Такая позиция Для того Чтобы люди Выезжая Это Вы приводили Такой пример Тоже на нашей встрече Выезжая за пределы города Переселяясь отсюда С города все говорили Я там Искирова Илья Святки Как теперь Говорят Я из Урюпинска Да Связывая Вопрос Который еще раньше Прозвучал Про Урюпинск Как так получилось Что у нас все Очень неплохо По выдаче бренда Урюпинска Да и вообще Даже если просто Урюпинск попробовать Там достаточно много Очень качественного Как принято Говорить Контента Но все это Получилось Никакой программы Не было И поисковики Сегодня Большие молодцы Они выдают То что есть И то что Релевантно Запросу Вот Мы просто Генерируем Много содержательной Информации Про это К нам приезжает Очень много Журналистов Они все приезжают Бесплатно Урюпинск В последние 10 лет Ноль заплатил За публикацию себе При этом Он Ну Один Может даже Лидер Среди малых городов По публикациям Разных Очень И федеральные И региональные Как это получается Это получается В первую очередь Потому что Есть бренд-менеджер Города Который работает В администрации Есть я Человек Который с этой темой Связан А почему не вы Бренд-менеджер Города С вас история Началась Нет Я никогда не был Бренд-менеджер города Но первые два Бренд-менеджера города В России В Добрянке Урюпинске Появились Потому что Изначально Я этого захотел То есть Это там Я тут Типа не скромный А вообще Что-то появляется Когда-то Какой-то проект Когда одному человеку Приходит в голову мысль Так почему вы Не стали бренд-менеджером Урюпинск Ну Бренд-менеджер У нас Функция такая Достаточно Не стратегическая А тактическая Оперативная То есть Есть фронт большой работ Мы хотим попасть Прогноз на первом канале Нужно написать письмо Эрнсту Официальный Запрос Да Вот это может сделать Бренд-менеджер города К нам приезжает Три федеральных канала За три месяца Снимает каждый по 30 минут Про бренд города Не про город Санекдот А именно конкретно Задача бренд-менеджера Сделать так Чтобы получилось Три разных Интересных Полноценных репортажа У нее для этого Есть шесть ценностей Нашего бренда И она пытается Так им порекомендовать Что снимать Так организовать Чтобы это получилось Это выделенная должность В администрации Оплачиваемая конкретная Да Это единственный город Где это Именно в администрации В Добрянке Это вот через НКО Как я Кирову Кстати предлагаю Вот Значит По поводу объединения Так вот То есть есть бренд-менеджер Есть администрация Есть я Есть Сами приходят Говорят Давайте мы про вас напишем Но есть и жители И вот я сейчас приведу Конкретный пример Что значит Объединяет И как жители Это воспринимают Почему Вот у меня есть такой тезис Что у Кирова Потенциально главный канал Коммуникации С внешним миром Это 500 тысяч человек 500 тысяч точек контакта Специально-брангирования Не важнее контакт Ну канала нету И вот пример У нас недавно Женщину из Урюпинска Позвали на поле чудес Ну Выиграла ее заявка Вот Ее позвали Она не является Сотрудницей администрации Она далека От продвижения бренда Как активист Но первое Что она подумала Она подумала Это же я буду город свой представлять А у нас же столица Российской провинции И она пошла в администрацию Она знала Что там есть бренд-менеджер Она пришла и сказала Я вот еду Подскажите Как мне правильнее Рассказать про город Я знаю Что тут Вы как-то этим Профессионально занимаетесь Вот Ее не только Рассказали Попытались Смоделировать Что она будет говорить И она блестяще Она все выучила И она сказала Вот прям Все, что нужно было Заложено Ее снабдили Необходимому Предпринимателю Взяли Шесть разных продуктов Нашего города Которые все прорекламировали Показали Три раза Крупным планом Логотип города И из первой тройки Игроков Поле чудес Она заняла 65% времени Потому что она постоянно Говорила И была к этому готова Это вот пример того Что Это ее объединяет То есть она чувствует Город за свой город Она знает Что есть этот бренд Ей нравится Столица Российской провинции И она пригождается По поводу внутри города У нас очень много ТОСов У нас тоже Очень разное движение Я не могу назвать Но знаю Что очень мощные у нас У нас их 53 на 38 тысяч жителей Это 1 на 736 человек И вроде как Это российский рекорд И это как бы Не из-за брендов Это исторически сложилось Казачья станица Ну вот например У нас ТОСы Большинство являются Некоммерческими организациями Они участвуют в грантах Это я про то Как пригождается бренд Что люди это используют Все абсолютно Кто сейчас подает заявку Особенно на федеральные гранты Целиком полностью посвящают Коммуникацию Через бренд города Да мы ТОС У нас небольшая задача Но мы действуем В рамках всего Урюпинска У нас очень классный город У нас город умеет делать Много классных проектов Вот они описаны И мы хотим нести Еще одну лепту То есть каждый Внутри своего маленького сообщества Может сказать Я город Я часть города У нас большая история успеха Не только моя И я хочу это сделать Не только для своего города И это идеально работает Например в грантах По поводу сообществ Ну как Это же везде И свой чужой Вот не знаю Какая-то Наверное у вас есть Там Футбольная команда Популярной нет В Кирове Футбольная команда Профессионально По-моему закрылась Ну хорошо Хоккейная наверное есть И хоккейная родина Тоже на грани Хорошо Когда вы болеете Ну а вообще-то Родина была брендом За тех кто Занимается Ледолазанием Да Сосурка Вы приходите на соревнования Там кто-то откуда-то приехал Вы за кого болеете Вы за местных болеете Конечно Вот брендинг города Это брендирование Вот это Отношение к местным Оно бывает Такое очень На примитивном уровне Свой-чужой А бывают Уровни Когда мы поняли Чем мы классные И мы не только Купаемся в лучах Что мы там Номер один В том В том В том А мы еще Открыты к внешнему миру И мы готовы Теперь всем другим Рассказывать И чтобы другим нравится Это уже следующий уровень Чтобы то Что мы гордимся собой Что мы самые-самые Нравились другим Это очень тяжело А у меня такой вопрос Василий А можно гордиться тем И продвигать то Что вы Например Вот мы Такие Мы Там Витчане Например Кировчане Не знаю Жители Вятки Мы Угрюмые Замкнутые Недружелюбные С первого раза Не очень любим Поболтать И организовываться Во что-нибудь Поболтать не любите Сегодня я это не заметил Ну и мы Вы не со всеми Да Встречались Ну и мы Встречались с теми Кто пришел поболтать Как раз Ну и мы Например Это признали Потому что В силу Там Исторических Каких-то Там И природных Вещей Сложился Такой менталитет И мы этим гордимся Мы можем таким Менталитетом Привлечь Сделать это фишкой Если вы этим гордитесь Безусловно Да Обычно мы себя Критикуем за это Да Можно сказать Что мы такие Да И это круто Смотрите Это вопрос Можно ли пересмотреть Что это круто Два ответа Первое То что вы перечислили В принципе Это русский национальный характер И вас это не отличает От других В этом плане Это уже ниша занята Нет Ниша Ну в смысле Вы не выделитесь Всем русским Хорошо делать ставку На то Что достаточно уникально Второй момент Например И Челябинск Приведу Вот назовите мне Одно прилагательное Что у вас больше всего Ассоциируется С Челябинск Можно я угадаю Промышленность Неправильный ответ Суровость Есть суровая Экология Суровые челябинцы Есть такое Есть Ну да То есть я себе сделал подсказки Что эмоционально окрашенная Суровый челябинский мужик Это чисто навязанный Наш раш И там очень четкий канал Как это произошло Челябинская область На протяжении уже 7 лет Пытается с этим бороться А зачем В том то и дело Что это бессмысленно Они реально делали Госзаказ На то Что в выдаче в гугле И в яндексе То что мне спросили Изменить Кто-то его выиграл Но это не изменить Единственный путь Челябинска Это их ресурс Это имидж Эксплуатировать суровые челябинские мужики Мы сегодня про это говорили Не бывает плохого Хорошего имиджа Его есть или нет У любого города Если у вас есть капитал Если Магадан считает Вот таким Я сейчас показал Тут распальцовку Две козы Да Две козы Показал Василий Значит это надо использовать И вам, к примеру, Рюпинск Он до 2000 года Страдал гиперкомплексом Пронциальности Что вы считаете дырой А сейчас просто Учит других Воспоминать Что провинция Это немножко другое Правильно я понимаю, Василий Чтобы вот эта вся история Закрутилась Должен появиться Двигатель Это человек Или группа людей Которые Вот Просто это все Генерируют Двигают Крутят колесики И прочее Тогда у меня вопрос Вот я все понимаю Про вашего бренд-менеджера Который сейчас В администрации есть Профессионально работает Как вы говорите А ваша выгода Личная какая? Вы как живете? Моя личная? Да Зачем вы все это делаете? Как вы зарабатываете на этом? Да Вот в городе Рюпинске Я не зарабатываю Я в него переехал Триспомин года назад Жить Моя профессия Профессия супруги Ну позволяет нам жить Там, где мы хотим Мы захотели жить там И я веду свою профессию Я всем говорю Что вы житель города Вы должны продвигать Это ваша обязанность Я так себя Если я так говорю Я должен сам соответствовать Вот Но То есть раньше я думал Что вот я буду жить В Рюпинске И помогать в продвижении Быть там социально активным Я такой и есть Но работать буду вовне Зарабатывать И в общем С этой связи особо не будет Тем, что я делаю в Рюпинске То, как я зарабатываю деньги В Рюпинске социальная работа такая Да, да, да А зарабатываю вовне Но сейчас по-другому Поменялась концепция Я очень рад Выяснилось, что я не так много времени провожу дома Потому что вынужден ездить по стране Заниматься с разными городами А сейчас мы стараемся привлекать В внешние проекты финансируемые В Рюпинск Которые можно там реализовать Ну, это гранты Целевые программы разные Федеральные И мы это очень успешно делаем То есть за прошлый год По президентским грантам У Рюпинск абсолютный лидер По количеству заявок Абсолютно С разных выигранных У вас тоже свое НКО какое-то Мы только сейчас срегистрируемся Но оно будет заниматься Прямо развитием всего города То есть то, что я сейчас всем рекомендую Мы сейчас сами делаем Как пример Вот Но я сейчас говорю Значит, на данный момент Мне платят Очень много за то Что я рассказываю про Рюпинск То есть вы как бизнес-тренер Едет Это да Но даже когда я Мы брендируем город Его очень много берут в пример И когда меня приглашают На образовательную программу Там моногорода, например Там в Сколково, Ранг В Москве То Больше всего интересует опыт Урюпинска То есть раньше это только про брендинг А сейчас прямо урюпинска И не только брендинговая Вообще И так получилось Что то, что мне нравится Урюпинск То, что я там делаю Оно вот коммерциализируется Во внешнем мире И это как бы такая Ну такая гармоничная Достаточно счастливая история Не очень хочется Не бизнес-тренер Я скорее может там Какой-то вдохновитель Но целевая аудитория Именно муниципалитеты То есть города Развитие городов А вообще мы Разрабатываем бренды Вот Образовываем в этом направлении И стараемся быть Ну какими-то катализаторами Акселераторами Внутри То есть если меня спросят А что может быть Бренды Кирова Я не знаю И вообще без разницы Как я отношусь к Кирову Я могу просто помочь Вам внутри Вот вы говорите Про субъекты Завестись Поделиться опытом Дать какую-то технологию Но целиком полностью Моя главная рекомендация Вот сегодня была Ну есть какое-то мое мнение И последняя рекомендация Самое главное Ваше личное мнение О вашем городе Пока вы сами не научитесь Не страдать там провинциальностью Что кто-то из Москвы Что-то должен сказать Как делать Ничего у вас и не будет Вот поэтому Ваше мнение гораздо важнее Чем Ну Кировчан Чем мое И чье бы то ни было Конечно Это Василий Дубяковский В программе Особое мнение Благодарю вас И успешной работы На неделе рекламы Она же продолжается Да У микрофона работала Светлана Занько Всем хорошего дня Спасибо большое До свидания Особое мнение На 101FM